Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих садоводов и огородников. Сегодня снова хочу еще раз поговорить о лунном календаре и о том, как наши растения зависят от фаз луны. Вот многие когда услышали, что я буду сеять 6-7, сразу начали спрашивать, ведь это период убывающей луны и надо высаживать растения, у которых плод под землей, а не над землей. А те, которые над землей, то есть вот этот перец, который я хочу сеять, его нужно высевать в фазу растущей луны. Таких вопросов много. Я еще раз повторю, уже наверное сотый раз, что если мне придерживаться лунного календаря, я ничего не успею сделать. Это во-первых. А во-вторых, вот я сейчас вам покажу, как разнятся рекомендации различных лунных календарей даже по фазам луны. До сих пор никто не может понять, настолько ли сильно влияет луна на наши растения. Конечно, вот из каких-то, я не соблюдаю лунный календарь, но из каких-то вот суеверных, таких глубоко-глубоко, там внутри находящихся у меня вот из каких-то из этих суеверий, все-таки полнолуния и новолуния я не решаюсь сеять. Почему, я не могу объяснить, так же как никто не может объяснить, что, почему именно луна влияет на наше растение. Казалось бы, она далеко от нас, но мы все равно считаем ее таким, как такой влиятельной планетой, таинственной, неизведанной, но все-таки влияющей на нашу жизнь. Недаром мы часто смотрим на луну, что мы хотим там увидеть, неизвестно, но мы всегда, выходя вот вечером, даже я, если луна показывается, я обязательно посмотрю на луну, мне интересно, где расположена луна. Так, ну я отвлеклась сейчас про лунный календарь. Да, вот по фазам луны, у меня тут даже есть где-то снимок, по-моему, по фазам луны всегда пишут рекомендации, вот видите, у нас есть различные фазы луны, растущая, полнолуния, убывающая, все мы это знаем. И всегда пишут, что по фазам луны нужно разделять посевы, именно на убывающую надо сеять то, что растет под землей, там редиска, свекла, а на растущую то, что над землей. Но, я вот специально для этих целей взяла несколько прям календарей лунных на весь год и посмотрела. Вот, солидное издание, лунные календари на весь 2018 год, февраль. Тут второе, третье, четвертое, вообще пустые. Вот пустые, вот здесь вот вообще ничего не написано, хотя люди в это время уже занимаются посадками. Тут вообще есть дни, вот день полностью пустой. Такое же чуть поменьше издание, но тоже печатное издание, солидное февраль. Я на тот день, когда я наметила, я прочитала. Рекомендуется посев в зимние теплицы с подсветкой, скороспелых, зеленых, крест-салат, листовая, лук, все это. Это все не под землей, а над землей. И вот написано. Посев на рассаду цветочных однолетников и овощных растений для весенних теплиц. Баклажаны и перцы. Это же самое, это вот у нас на шестое, седьмое, восьмое до какого-то там времени, до шестнадцати. И такая же рекомендация на четвертое. Значит, начиная с четвертого февраля, это вот февраль этого года, вот по этому лунному календарю мы можем высевать все, что находится не только под землей плоды, но и над землей. Тоже вот написано. Тепличных растений, посадка. Для весенних теплиц перец, баклажан. Все это разрешено. Хотя написано здесь же, что луна убывающая. Ну и как вот людям понять? Пишут рекомендации на убывающую луну, это нельзя сеять. Тут же одновременно пишется, что в этот день, в фазе убывающей луны, вот это сеять все можно. Именно поэтому я не соблюдаю никакие фазы луны, никакой лунный календарь, потому что сведения до того разные, что ни один специалист, который составляет эти лунные календари, он не может толком объяснить, какие можно садить, какие нельзя. У меня каждый день рабочий, кроме полнолуния. И вот если вы слышите от меня, что я завтра собираю сеять то-то, то-то, уже не спрашивайте у меня, это же убывающая луна, разве можно сеять? Вот я вам прочитала, что один говорит можно, один говорит нельзя. Решаем мы сами. Лично я всегда решаю сама, сеять или не сеять в этот день. У меня, кроме полнолуния, которого я почему-то суеверно побаиваюсь, остальные дни все рабочие. Все. С вами была Ольга Чернова. И если вы начинающий садовод-огородник, и все-таки хотите решить, придерживаться вам лунного календаря или нет, я могу вам сказать, что вы только себя запутаете. Вы возьмете один экземпляр лунного календаря, у вас будет одно написано, вот здесь вообще видите, третье, четвертое, пятое, седьмое, восьмое, вообще никаких рекомендаций. Как будто вообще нет работы у нас в это время. Другой вы календарь возьмете, тут вот написано, все-все-все-все можно сеять, хотя это убывающая луна. Так что, чтобы вам, как говорится, мозги себе не компостировать, делайте так, как вам хочется. Сейте, когда есть настроение, когда есть время, когда подошла пора, и все будет прекрасно. До свидания. Продолжение следует...